Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в стране и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Тема дня» Побоище на Хованском кладбище Возвращение в 90-е или новый виток кризиса? Хотелось бы сказать, что события на Хованском кладбище Имеют, конечно же, прежде всего не какую-то национальную окраску, а экономическую В Москве на Красной площади прошли праздничные мероприятия, посвященные предстоящему Дню Пионерии Новое поколение должно расти патриотичным, храбрым, умным, смелым и достойным Тогда мы все вместе можем уверенно смотреть будущее И опасно, и трудно Какие профессии считаются наиболее травмоопасными и почему? На 17-й шахте, которая работала, у нас в одном забое был прорыв воды Сверху было... мы прошли под водоемом, видать, какое-то там скопление Как потом подсчитали, там где-то было 18 тысяч кубов В Подмосковье состоялась международная научная конференция Обновленный социализм 21 века Мы считаем, что очень важно вернуться сегодня к теме, что такое социализм В Москве на Хованском кладбище произошла массовая драка с участием нескольких сотен человек Большинство участников инцидента являются приезжими из южных регионов и стран Азии По предварительной информации, конфликт произошел из-за распределения территории обслуживания кладбища В ходе драки произошла перестрелка, погибли три человека Приехавшие люди потребовали у работников кладбища отдавать им все заработанные деньги А взамен обещали возвращать 13% Однако у тех, кто трудится на Хованском, было свое мнение на этот счет Стороны конфликта вступили в спор Где в качестве аргументов сотрудники кладбища использовали лопаты и арматуру А их оппоненты – огнестрельное оружие В условиях экономического кризиса обостряются все эти отношения Все эти явления начинают проявляться Государству надо не только заботиться о том, чтобы люди нормально жили Но надо заботиться о том, чтобы и государственный контроль был везде Там, во всех тех сферах, которые являются для нас наиболее важными, актуальными Которые являются больными И попытка превратить похоронное дело в какой-то бизнес, в какой-то свободный рынок Они совершенно не просто необоснованы, они преступны Причины таких конфликтов лежат в далеких 90-х, когда рейдерские захваты кладбищенских территорий были обычным делом Хотелось бы сказать, что события на Хованском кладбище имеют, конечно же, прежде всего не какую-то национальную окраску, а экономическую У нас многие считают, что вот тут Средняя Азия, Таджикистан, Кавказ Дело не в этом Дело, конечно же, в нашей экономике Дело в государстве Правительство не торопится выполнять так называемые майские указы президента Путина Напомним, всего глава государства дал 218 поручений Кабинету министров Выполнено и снято с контроля только 154 Майские указы президента России определяют цели и задачи развития страны на ближайшие годы В социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах и в области безопасности Наибольшее количество невыполненных задач входит в сферу Министерства образования, Минэкономразвития, Минтруда и Минстроя Основными причинами отставания от графика называют ухудшение экономической ситуации в стране и нехватку бюджетных средств Чтобы поправить ситуацию с поступлением денег в государственную казну, правительственные чиновники предлагают повысить подоходный налог с 13 до 20 процентов Несмотря на то, что об этом сообщает газета Wall Street Journal, принятие соответствующего закона вполне соответствует логике Кабмина и его экономической политике И, как пишет издание, повышение налога может произойти сразу после президентских выборов 2018 года Напомню, что по официальным данным, реальные доходы населения в прошлом году сократились почти на 10 процентов Ограничение доходов населения не улучшает инвестиционный климат в стране Об этом заявил заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач По его мнению, без создания условий для роста доходов граждан никакого восстановления темпов роста экономики не будет Коротко о других новостях в стране В Госдуме открылась выставка, посвященная Курчатовскому институту В церемонии открытия принял участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Он отметил, что Курчатовский институт сыграл важную роль в истории нашей страны И заявил о необходимости финансирования науки для обеспечения безопасности России Бербанк с 16 мая начал снижение ставок по потребительским кредитам Об этом сообщил официальный представитель финансовой организации Наталья Алымова Теперь ставки находятся на докризисном уровне Точный размер ставки устанавливается в каждом случае индивидуально В зависимости от платежеспособности клиента Госкорпорация Ростех займется утилизацией военной техники Согласно планам, корпорация будет использовать снятые с производства запчасти Для нужд российских и иностранных заказчиков Такая мера связана с нехваткой бюджетных денег Для организации утилизационных работ в полном объеме Площадь лесных пожаров в России достигла более 59 тысяч гектаров Наиболее тяжелая ситуация складывается на территории Бурятии Об этом сообщает подведомственная Россельхозуслужба авиалесоохрана Также сложная пожароопасная обстановка сейчас в Амурской области и за Байкальском краем Объем контрабанды санкционных продуктов в России с 6 августа 2015 года Превысил 5000 тонн, сообщает Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор Только с начала мая было обнаружено свыше 300 тонн запрещенных продуктов В основном это продукция растительного происхождения, овощи и фрукты Крым начал терять популярность среди российских туристов, пишет газета «Коммерсант» В этом году уже отмечается падение спроса на авиабилеты в Симферополь По мнению экспертов туристической отрасли, это связано с плохо развитой инфраструктурой полуострова На Красной площади прошли праздничные мероприятия, посвященные предстоящему Дню Пионерии На праздник в Москву приехали тысячи детей со всей страны Подробности в нашем следующем репортаже Горячо любить и защищать свою родину Горячо любить и защищать свою родину В минувшее воскресенье на главной площади страны был настоящий праздник детства Тысячи школьников из более чем 30 регионов России приехали в Москву, чтобы удостоиться чести стать пионерами Мероприятия, организованные КПРФ, освещали почти все федеральные СМИ Даже по вашей явке видно, что вы понимаете, что детство должно быть счастливым, хорошо организованным И сегодня дети, а завтра народ – это главная формула в любой стране Что очень приятно, на Красной площади проходят все главные события Сегодня дети покажут пример всем взрослым, как можно, принимая клятву, последно проводить лучшие идеи гуманизма и справедливости в жизни нашего общества Ребята, вступившие в ряды пионеров, поклялись быть первыми в учебе, работе и общественной жизни Уважать и продолжать традиции старшего поколения Почетные гости во главе с Геннадием Зюгановым повязали юным пионерам красные галстуки Понимание того, что живешь в великой стране, что это страна с великим прошлым, что она должна иметь великое будущее Вот это все делает в том числе и пионер Вот эта молодежная организация, которая делает нашу страну сильнее и каждого делает частью общего дела Я вижу горячие глаза, я сам сегодня, ну, наверное, сотни-полторы повязал красный галстук и девочки, и ребята Я вижу, как они волновались и как они радовались, такой благодарностью они этот галстук принимали на грудь Поэтому с праздником подрастающего поколения, с праздником Дня Пионерии Более пяти тысяч человек на Красной площади пополнили ряды юных пионеров Сегодня нам повязали галстуки, к примеру, я чувствую гордость Быть пионером, значит, быть добрым, помогать всем Мне кажется, быть пионером – это очень гордо Ну, как-то носить красный галстук – это очень красиво Вот все такие маленькие молодые дети смотрят на тебя с уважением, видят какой-то настоящий пионер Любить Родину, оберегать, помогать ветеранам, быть за свой народ Перед участниками торжественной линейки выступили ребята из театральной школы подмосковного Королева Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки Нарисовал вот на листке и подписал в уголке Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я После представления юные пионеры запустили в небо воздушные шары и посетили мавзолей Ленина Никита Попов, Николай Домрин, Красная линия В советское время дети с уверенностью смотрели в будущее Они знали, что получат качественное образование и выберут нужную профессию Сегодня выбор профессии – одна из главных проблем подрастающего поколения Смотрите во второй части программы «Тема дня» И опасна, и трудна Какие профессии считаются наиболее травмоопасными и почему? Как обеспечить безопасность труда? В нашей студии член некоммерческого партнерства «Эксперты рынков труда» Зоя Юдина Фонд социального страхования опубликовал перечень самых травмоопасных профессий Лидером в списке ожидаемо стали добытчики каменного и бурого угля Другие позиции невольно вызывают улыбку Например, на 201-м месте сборщики лесных грибов и труфелей По мнению фонда, те, кто собирают опята и подберезовики Больше рискуют здоровьем, чем сотрудники спецслужб Продолжить тему Сергей Смирнов На самом деле сбор лесных грибов – занятие действительно опасное Можно встретиться с хищным зверем, заблудиться и так далее А какой-то специальной подготовки у этих людей В отличие от тех же сотрудников спецслужб – нет Не вызывает никаких вопросов и первая позиция перечня – добыча угля Достаточно вспомнить количество трагедий, произошедших на шахтах за последние годы При мне один человек упал Я пытался его поднять Но все было чеком Тогда я понял, что возможность выйти минимальная Ну, то есть дойду, не дойду Уже в голове передумал все В момент страшное ощущение, что я могу погибнуть Это страх за жизнь Так Виктор вспоминает события шестилетней давности на шахте Распадская в Междуреченске Тогда из-за серии взрывов в забои погибли 97 человек Более сотни пострадали В этом году почти аналогичная катастрофа случилась на шахте «Северная» в Воркуте И снова десятки жертв Впрочем, профессия шахтера всегда была сопряжена с опасностью Говорит ветеран отрасли, более 20 лет добывавший уголь Петр Зяхар На 17-й шахте, которая работала У нас в одном забое был прорыв воды Сверху было... Мы прошли под водоемом, видать, какое-то там скопление Как потом подсчитали, там где-то было 18 тысяч кубов Вот, и мы под эту воду прошли Она сочилась, сочилась, ну и потом прорвалась Нам пришлось экстренно бежать под этим водопадом в забое Я только успел комбайн отключить Ну и буквально за три часа где-то 4-270 метров в забое оказалось под водой Ненамного меньше шахтеров жизнью и здоровьем рискуют таксисты И речь идет отнюдь не о дорожно-транспортных происшествиях Почти ежемесячно в стране происходят нападения на частных извозчиков К примеру, в городе Березовском Кемеровской области Молодые люди напали на двух таксистов Одного убили, другого серьезно ранили Полицейские сейчас заканчивают расследование уголовного дела Мне удар просто чувствует, что удар прилетает за ухо Все, ну я не подумал, что это там нож или все, что-то За руку хватаю его вперед Смотрю, у него нож, нож начинаю выламывать Ну он своему другу кричит, типа решила Ну и все чувствую с левой стороны, то есть под сердце протыкаю, то есть через куртку Лишь чудом Николаю удалось вырваться и убежать Догонять жертву преступники не стали только потому, что решили Ночью в метель в частном секторе таксист не выживет Опасный пассажир попался и другому извозчику Кемеровской области Он решил угнать автомобиль, перед этим зарезав водителя Завязалась драка, неизвестно, чем бы все закончилось Если бы в ситуацию не вмешался один из местных жителей Благодарственное письмо, небольшая денежная премия Вам тоже спасибо за гражданский премьер Я заглушил свой автомобиль, хотел подойти, услышал крики о помощи Спасите, помогите Ну и вот, пришлось открыть дверь на автомобиле Ну, преступник закрыл дверь и закрыл кнопки в автомобиле Пришлось разбить стекло и помогать человеку и отобрать у него нож Весьма травмоопасны и работа в прокуратуре, и управление пассажирскими самолетами И даже деятельность в структурах Центробанка На зарплате самих работников рейтинг опасных профессий никак не отразится И работник Центробанка по-прежнему будет получать куда больше шахтера Есть еще один нюанс Часто профессия становится опасной только из-за желания работодателя получить как можно большую выгоду К примеру, именно погоня за прибылью стала причиной трагедии на Распадской Больше трех лет назад на 15-м съезде КПРФ Когда выступал и лидер партии Зюганов, и мы с некоторыми докладами Мы говорили о том, что проблема техногенных катастроф в России в ближайшие 3-4-5 лет будет возрастать Первое, это из-за того, что не выделяется достаточно средств Теми же собственниками многих предприятий на покупку нового оборудования Не соблюдается техника безопасности И, соответственно, законодательная база, которую правящая партия провела Ослабила именно вопросы технического регулирования Замыкают список самые безопасные виды экономической деятельности Так, совершенно ничем не рискуют те, кто выращивает фрукты и орехи А также разводит домашних животных Абсолютно не о чем беспокоиться и тем людям Которые делом своей жизни выбрали выкапывание дождевых червей Правда, их в стране немного Всем остальным стоит быть предельно осторожным Отправляюсь утром на работу Сергей Смирнов, Красная линия В нашей студии члены коммерческого партнерства и эксперты рынков труда Зоя Юдина Здравствуйте, Зоя Владимировна Добрый день Фонд социального страхования публиковал перечень самых опасных профессий в России И, как-то ни странно, наряду с теми, кто добывает уголь в шахтах Стоят сотрудники прокуратуры и банковские служащие Как вы думаете, чем руководствовались эксперты, определяя именно этот список? И почему сегодня работники прокуратуры, работники банка подвержены практически той же опасности, что и шахтеры, что и летчики, которые работают в гражданской авиации? Это статистика, которую задают работодатели ежегодно на основании данных, предоставленных больничных листов Значит, в 2016 году признано о том, что работники прокуратуры больше всего были подвержены заболеваниям и травмам на производстве Это статистика Фонда социального страхования, прежде всего Зоя Владимировна, а есть список самых опасных профессий в России? Существует ли он? И на ваш взгляд, как они должны оплачиваться? Самая опасная профессия сейчас является глава государства, потому что он каждый день рискует своей жизнью, выполняя свои обязанности Что касается рядовых специальностей, это прежде всего военнослужащие самые опасные Самые опасные специальности это военнослужащие, это дальнобойщики, это шахтеры прежде всего Люди, которые постоянно, каждый день добывают уголь Дальнобойщики, в связи с тем, что у нас дороги на территории Российской Федерации очень плохие Люди рискуют своей жизнью, довозя грузы определенные Есть такие опасные профессии, которые существуют на данный момент А вот соотношение оплаты труда и уровня опасности, оно совпадает или недостаточно? Сейчас нет, сейчас нет, то есть минимальная заработная плата все равно идет по территории Российской Федерации То есть мрот распространяется как на шахтера, так и на офисного работника Поэтому в основном у опасных видов работ, у сотрудников, у них предусмотрена сдельная оплата труда Сколько ты выполнил, сколько ты добыл угля, сколько ты накопал руды, столько ты получил, соответственно А риски, конечно, предусмотрены, но все равно это очень маленькие суммы Завя Владимировна, а вот на ваш взгляд, почему люди выбирают такие опасные профессии? Хотя, как вы говорите, сегодня оплата труда не совсем соответствует Ну, как правило, есть люди, которые любят просто рисковать по жизни, да, они выбирают такую профессию, залезть в шахту А бывает, что у людей просто нет выбора, то есть в регионе это единственное место работы, где они могут вообще что-либо заработать Скорее всего, поэтому люди вынуждены рисковать своей жизнью, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью Завя Владимировна, на ваш взгляд, безопасность труда с юридической точки зрения насколько сегодня обеспечена? Сейчас полностью законодательство изменилось с 2016 года, да Поменялись законы по охране труда Для работодателей внесена материальная уголовная ответственность даже за несоблюдение норм по охране труда То есть государство делает все возможное, чтобы работодатели несли ответственность за то, что у них работники несут травмы на производстве А как можно работнику защитить свои права в случае, если произошла производственная травма? Стараться фиксировать все, что происходит, потому что когда идет расследование несчастного случая В дальнейшем нужно доказать причинно-следственную связь, что эта травма произошла именно на производстве, именно при исполнении своих обязанностей То есть когда происходит такая ситуация, когда сотрудник получает травму, обязательно вызывается врач, собирается комиссия Подтверждается о том, что травма нанесена на рабочем месте И тогда уже работодатель обязан будет ежемесячно выплачивать компенсацию за нанесение здоровью своего сотрудника Зоя Владимировна, я благодарю вас за беседу, большое вам спасибо, что пришли Спасибо вам Я напоминаю, что в нашей студии была члена коммерческого партнерства, эксперта рынков труда Зоя Юдина Смотрите далее в информационной программе «Тема дня» В Подмосковье состоялась международная научная конференция «Обновленный социализм XXI века» Еще один населенный пункт в Сирии присоединился к режиму прекращения огня В Подмосковье при поддержке КПРФ прошла научная конференция «Обновленный социализм XXI века» Для Компартии эта тема очень важна Построение обновленного социализма является одним из программных положений партии За последние годы наблюдается поворот влево общественного настроения Поэтому мы считаем, что очень важно вернуться сегодня к теме Что такое социализм, что такое социализм был и каким он должен быть Каким мы, коммунисты, его видим На конференции присутствовали ученые и политики из Восточной Европы и стран Латинской Америки По их мнению, выход из мирового экономического кризиса лежит в построении социализма Социализм XXI века строится на тех же принципах социализма Только с учетом особенностей страны Учитывается включенность всего населения Не только тех, которые думают о социализме, но и в целом все население Строится культура, образование Те льготы, которые приближают нас к этой цели Стоит отметить, что идеи социализма сегодня востребованы не только у сторонников КПРФ Их активно используют в своей повестке многие партии, чтобы заработать политические очки в преддверии выборов При этом самосудить их идеи меняется в угоду действующей власти То, что эта тема сейчас актуальна, мы видим хотя бы по такому факту, что слово социализм перестало быть запретным в России Но, с другой стороны, власть действует по принципу, если ты не можешь победить какое-то явление, его надо возглавить Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуэн Танзумом В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества двух стран по ряду направлений Коротко о других международных новостях В Польшу для участия в учениях прибыли первые две сотни солдат сил сверхбыстрого реагирования НАТО Военные маневры начнутся уже 17 мая В настоящее время ожидается прибытие кораблей с военной техникой из Великобритании и Испании С представителями еще одного населенного пункта Сирии заключено соглашение о примирении Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских военных Известно, что количество провинций, присоединившихся к режиму прекращения огня, увеличилось до 100 В столице Афганистана, Кабуле, прошла многотысячная акция протеста Ее участники выступили против строительства линий электропередач на территории страны Так демонстранты потребовали от правительства изменить запланированный маршрут линии электропередач Чтобы он проходил через провинции, где они проживают, а не в обход Два десятка дельфинов Гринт погибли, выбросившись на берег в штате Нижняя Калифорния в Мексике Все попытки специалистов спасти их оказались практически безуспешными Эвакуировать удалось лишь две взрослые особи и одного детеныша Западное медийное сообщество и правозащитники возмущены публикацией на украинском интернет-сайте списков журналистов, аккредитованных в ДНР О внезапном прозрении демократической прессы расскажет наш обозреватель Маринева Сканян В международном журналистском сообществе продолжается скандал, связанный с публикацией на украинском сайте Миротворец персональных данных 4,5 тысяч журналистов Все они получали аккредитацию в ДНР Депутат Киевской Рады и советник главы МВД Украины Антон Герасченко назвал их всех пособниками террористов На Западе возмутились Глава Ассоциации международного вещания Саймон Спансвик шокирован и считает, что Герасченко должен понести ответственность за свои слова Цитата «Политику любого лагеря не следует пропагандировать насилие и действия против журналистов, которые приехали туда писать правду» Конец цитаты Корреспондент немецкого журнала «Шпигель» Кристиан Неф, увидев себя в списке, написал, что репортажами из ДНР хотел помочь именно Украине Цитата «Публикация имен журналистов, которую в эйфории приветствует Герасченко, это огромная глупость и саботаж по отношению к украинскому государству» Конец цитаты Чтобы доказать, что не нарушал украинских законов, немецкий репортер опубликовал даже скан страницы своего загранпаспорта со штампом украинского КПП И внезапно вдруг вспомнил о судьбе Олеся Бузины Оправдываются и остальные Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии и Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Йохан Бир заявил в интервью Deutsche Welle Цитата «Аккредитация никоим образом не указывает на поддержку репортерами сепаратистов» Конец цитаты Неужели у Бира и его коллег открылись глаза? Вряд ли Ведь еще две недели назад именно «Репортеры без границ» опубликовала доклад, согласно которому Украина вместе с Тунисом в прошлом году показала самый высокий в мире рост по показателю свобода слова А чтобы не смущать западных друзей, сайт националистов-миротворец на Украине тем временем уже закрыли Маринэ Восконян, Красная линия В России могут появиться паспорта репродуктивного здоровья Соответствующее предложение прозвучало на круглом столе в Госдуме В частности, предлагается обследовать состояние репродуктивной системы пар, вступающих в брак По мнению сторонников этой инициативы, значительное количество проблем, связанных с мужским репродуктивным здоровьем, обусловлено избыточным употреблением алкоголя, табака, а также отсутствием мотивации к ведению здорового образа жизни Как к этим предложениям отнесутся будущие женихи, неизвестно Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова